Вообще, при мне про американцев стало столько писем приходить. Многие, когда я впервые высказал свое мнение про американский стиль жизни, не про американцев. Американцы добрые, симпатичные ребята, во многом наивные. А про их стиль жизни, вот что я всегда усмеял. Мне не верили, думали, что я прикалываюсь. Теперь столько писем, что я решил делиться впечатлениями уже не моими, а тех, кто мне пишет. Например, парень работает на Аляске, из Питера, знает хорошо английский язык, работает гидом. Американцы приезжают к нему, первый вопрос, когда включают северное сияние. Из турбюро прислали письмо, заказали в Нью-Йорке номер в гостинице, просят прислать подтверждение. Из Нью-Йорка спрашивает женский голос, куда? Дают адрес, Москва, почтовый адрес. Она все записала, спрашивает, а какая страна? Диалог президента США с супругой. Супруга, дорогой, тебе в ухо кто-то засунул жвачку. Буш вынимает из уха белый комочек. Это не жвачка, дорогая, это мозг. Буш поймал золотую рыбку, она вырвалась, упала на песок, подползла к большому камню и размажила себе голову. А я что хочешь про него могу говорить, меня все равно визы лишили. Есть у меня тут один вам подарочек. Знаете, я как-то давно при советской власти часто говорил, что я одного не понимаю, второго, третьего. Прошло немало лет, другая страна, власть. Все равно, то одного не поймут, то другого. Причем, знаете, не только в политике, в нашей обыденной жизни. Ну, не понимаю, почему у нас в России всегда две беды. Причем, одна беда, вечно ремонтируют другую. Много-много не понимаю. Я не понимаю, почему только у российских светофоров конец желтого, начало красного считается зеленым. Причем, я не понимаю, вот, наверное, многие люди многого не понимают из того, что я не понимаю. Вот многие ездили в поездах, правильно? Скажите. Я не понимаю, почему у нас на перронах перед отправкой поезда продают инструменты. Такие бомжеватые мужики ходят, с коробками открывают, там гаечные ключи и отвертки. Это что, в наш поезд без отвертки не садись, что ли? Ко мне подошел один, подмигивает, говорит, купи цены ниже ворованных. Я много езжу по России, вот, ну, я совсем понять не могу. Скажите, откуда столько мягких игрушек по всей стране, на всех станциях продают этих бегемотов, плюшевых в рост человека, жирафы выше вагона? Причем продавцы такие наглые, в окошко суют и куда-то. Да, это вы смеетесь, а я спать лег, штору не закрыл. Ночью остановка, просыпаюсь, а у меня тени бегемота. Я думал, глюки начались. Много чего не понимаю. Я не понимаю сегодняшних выражений. Ну, правда, вот скажите, что означает выражение? Незаконные банкформирования. Это где-то есть, значит, законные банкформирования. Я тогда даже знаю, где. А незаконная торговля наркотиками, это... Это что, надо только законными ими торговать, получается? Я не понимаю, почему вот евреи-бизнесмены, многие из них, ведь евреи из бизнесменов, они шалуются, мол, у них денег в обрез. Я понимаю так, есть ли у еврея денег в обрез? Достаточно, вы знаете, вполне достаточно. Я вообще не понимаю, откуда люди набрались столько модных слов. Все теперь такие умные стали, все знают, что такое аура, карма, чакра. Да, спрашиваешь, у тебя насморк. Что-то аура разорвалась. Ты знаешь, вот лоскуты вытекают через нас из дырёв. А ты чё, грустный? Карму отдавили в автобусе. Чакры слиплись нижние. И главное, все жалуются, что их сглазили. Ну, я не понимаю, как это может быть? Мужик набился, нагрубил женя. Она его толкнула с лестницы, сломал ногу, очнулся. Говорит, чуясь сердцем, на меня порчу навели. Ну, рекламы никто понять не может. Я тоже не могу понять. Человеческим голосом объявляют, корм для собак стал ещё вкуснее. Я не понимаю, он сам пробовал или ему собака рассказала? А это Тифаль думает о нас. Сковородка думает о нас. Я не понимаю, вот как люди это не понимают или понимают? Название наших не понимаю. Но согласитесь, это как же надо было разочароваться в людям, чтобы словом дружба назвать бензопилу. С американцами я многого не понимаю. Ну, почему они нас считают по сравнению с собой недоразвитыми? У них молодые люди имеют право пить спиртное по закону, только когда им исполнится 21 год по закону. Ну, наши в 21 год пить бросают. Правительство наше не понимает. Говорят, наше правительство сейчас обсуждает вопрос, что быстрее, наладить систему отопления в северных районах или дождаться глобального потепления планеты? Кстати, депутатов тоже не понимают. Скажите, почему они не могут выучить слова гимна? Когда им надо спеть гимн, им монитор включают, они читают. Это что, думская караоке? Рекламная пауза. Считаю, такую рекламу надо снять на телевидении. По улице идет парень, говорит по мобильному телефону Nokia. К нему подходит другой. Слышь, братан, дай мобильник позвонить надо. В тот его посылает, начинается драка. Через какое-то время уже человек 30 делется. Приезжает ОМОН, всех избивает дубинками. Голос за кадром. Nokia Connecting People. А вообще, когда я смотрю современную рекламу, у меня вот такая мысль. Все, что рекламируют сегодня, все содержит наркотики, особенно продукты. Вот вспоминайте, шоколад. Реклама. Едет грустная дамочка. Грустная, грустная. Ей так плохо думает, что бы сделать. Берет плитку шоколада, съедает. Шоколад-точняк с кокаином. Потому что тут же в мечтах любовью занимается с парнем, за рулем прямо. И такой голос торкнутый. Шоколад унесет вас в мир грез. Скрытая реклама наркоты. Да что там шоколад? Наркоту всюду добавлять начали. Во все продукты. Мужик, помните, съел йогурт, выбежал во двор, орет. Донисима. Вот торкнула пацана, да? А сейчас новая реклама Донисима. Донисима, точняк с дурбазолом каким-то. Сначала показывают за людьми, которые еще Донисиму не поели, гоняются монстры. Вот такая ломка. А потом пару кубиков Донисима вонзили, ништяк, все улыбаются. Все с наркотой. Мизим с наркотой. У бабуси без Мизима конкретная ломота. Мизим вонзила и в пляс конфетки-бараночки. А этот, который не сникерснул еще, погрыз телефонные столбы, телеграмные скамейки. Кусок гаража откусил. Во ломка по полной программе, да? А это реклама Рич. Жизнь хороша, как ни крути. О, как ни крути. Скрытая реклама Косичков. В кошачий корм что-то добавлять начали. Экстази, что ли? Кот Борис, видали? На китикетиться и морды в клубок попасть не может. Детская наркота появилась, съел растишку, появляется динозавр-дин. Молоко вообще так и называется веселый молочник. От него на хихи пробивает. И главное, всех влючит, всех. Люди пьют банако, в метро рыбы плывут. От воздушного творожка корова на батуте прыгает. По лесам все звери торкнутые бегают. Кричат, волк жует траву, волк жует траву. Волк вообще на травку подсел. Бобер чистит зубы. Ленор, Ленор понюхал, пошла пруха с тряпками обниматься. А это реклама, даже объяснять не надо. Супер клей момент. Оторваться невозможно. Поэтому для вас реклама торчащие и рекламозависимые. Если ты соберешь по одному доллару 500 долларов, положишь в конверт и пришлешь нам, ты получишь в подарок уникальную майку с надписью «Лох». Спасибо, все, будьте богатыми. В исконно нашем смысле этого слова. Ой, спасибо. Спасибо. Всего доброго.